всем привет с вами гараж каховка и сегодня мы обварим с вами телевизор на приори контактной сваркой некоторые места не контактной сваркой полуавтомат так давайте я сниму бампер и продолжим поставил замок теперь у нас открывается закрывается подушки отрегулировать не получается потому что здесь же идет черная накладка и через накладку упирается переднюю панель а накладка то что он толщину дает поэтому регулировки не хватает закрыта немножечко отодвинул это крыло потом немножечко подвинул хотя это все лишнее уже на разбирать варить но я хочу вам показать вот сейчас чуть ниже и здесь тоже чуть ниже не хватает регулировок подушек там буквально еще пол оборота они начинают выпадать ну вот будет рукой приподниму вот раз все нормально по фаре так принципе отлично фары регулируются здесь как хочешь и здесь тоже вот так вот если ручку ручкой приподнять все хорошо вот такой зазор значит так снимаем 2 в пары многие спрашивают модель фонарика насколько вода я его сколько ватт блин фонарики стоят по 3 доллара нету модели у них вообще видите нет значит смотрите снял пару теперь надо взять контактная сварка и обварить что мы сможем обварить сможем здесь обварить здесь сможем я зачистил снизу в принципе не сможем потому что там два металла там усилитель луч я полуавтоматом обварю и здесь четыре точки сейчас это все надо крыло снять полку отодвинуть чтоб не фиксировать чтоб не убежала никуда как бы она уже выставлено и для этого я привык просверлил отверстие видно теперь сейчас полуавтоматом я его заварю и с одной стороны и с другой стороны полуавтоматом заварю вот видно отверстие полуавтоматом заварю это нам нужно будет смело снимать крылья эти полки уже днику никуда ничего не убежит а здесь по сути просто над натянута то смотрю немножко не совпало то немножко не совпало надо суда толкнуть и играет а это у нас полностью совпало это можно тоже прикрутить часто точки поделаем потом наверное будем это варить точки поставил ну как поставил точки заварил отверстие вообще и одно и второе открутил теперь мы отводим будто никуда ничего не девается потому что вот все приварено теперь берем контактную сварку ленточный напильник если вот например у нас как раз . получалось надо будет вот чисто на утиле вот контактная сварка у нас такая плейлист инструменты потому что знаю как только на в кадре мелькает сразу куча сообщений где купил почем брала как купить а закажи мне вот например вот тут или автоблок гараж в google наберите попадете на сайт к андрею бищенкову и там это то можно заказать я у него заказывал потому что он друг 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 электроды бркашные наши такие черные не полированные бред про то что их надо все время держать блестящими не надо кнопочка две фазы включаем даем импульс импульс ну давайте поставим на троечку на верочку да так будем варить ух кстати я сегодня это тык тык от маляров получил когда я делал nexio сейчас там пацаны готовят мы все мы все грунтовали но в основном нутряк мы грунтовали вот этим цинковым грунтом они начали на волом грунтом грунтовать и если попадает на волу грунта этот цинк он сразу пузырится блин подрывается сказали не надо нам ничего никогда больше грунтовать поэтому с этого дня не грунтуем ничего никого пробуем варить очки только найдем андрей сказал бищенко вообще не подходить этой сварки без очков так от нее будут искры поэтому поэтому надо накрыть стекло и все что может сгореть так берем пробуем нажать проверить о будет слушать хоть залезет сюда на смотрите как хорошо первую точку дадим здесь прижали нажимаем еще раз на верочку вот такая . шикарная есть и дальше пошли еще раз а блин о падла да смотрите фиг залезла елки-палки балаба балабайки а так шикарняк и последняя . сейчас только надо чтоб электроды тут не перемкнули пол машины не спалили поймаю момент только на электроде прижали и про и про это напильник туда не долез еще раз попытка номер два а тут ты и дадим импульса все класс можно сменить можно сменить электроды на краю сделать но а смысл вот 4 точки 1 2 3 4 не отрывается не не отрывается держит все то же самое с другой стороны и то же самое есть с другой стороны хотите вам зумом под увеличу да легко только надо вот это убрать как-то как как убрать сейчас как-то уберем так она не мешает или мешают вам мне мешает а немножко вот так вот завести раз вот так вот зумчик зумчик прижали есть и последняя . сейчас интересно тут зачищена не очищена но пробуем красоте не получилось их не видно здесь по сути ну да их вообще здесь не видно но думаешь контактной сваркой варим так теперь здесь здесь попробую еще электродом туда залезть сейчас напильник возьму немножко под его же зачищу вернее и и продолжим блин ну электродом туда должен блин я че зря там внутри защищал что ли ну что пробуем ну давайте попробуем залезли туда не залезу сейчас проверим электроды кстати еще уже теплый так а так так погодь а так так вроде ничего так блин и вот прикол а я что их туда не заведу вот не заведу я туда электроды видите какой какой вылет маленький вот под люка да под люка не заведу значит полу автомат давайте еще раз попробуем да то что не длинные это хорошо и длинные если длинные ну так у них же у них же вылета не вылета раскрытие небольшое видите ну как я больше раскрою не как-никак бок-бок-бок-бок-бок как на засунуть так хотелось бы открутить электрод засунуть туда потом зажать да я не угадаю соосность не повезло машине вот это единственное повезло вот это я смогу надо там зачистить хотя хотя здесь завода 4 точки но здесь дело в том что уже варили вот один диаметр вареный 2 3 поэтому здесь побольше контактной сваркой наварим вот так а здесь полуавтомат снизу полуавтомат здесь контактная полуавтомат полуавтомат и петлю надо приварить на петлю приварить на в конце на бампер накинуть а 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 поварил поварил там контактной сварки побольше здесь полуавтомат у нас здесь полуавтомат здесь полуавтомат сейчас объем вот пузырек вылез эту точку можно не трогать это тоже какая-то кусочек проволоки тоже на зачистить здесь сейчас ленточным напильником прикольный напильник очень помогает здесь у нас вот такие точки видно как почти запад лицо немножко кое-где есть здесь даже больше надо чистить не центр центр получается утопленный а именно края и вот здесь такие точки красиво красиво вот это надо по верху почистить здесь это же самое эту не чистить эту край это тоже край здесь тоже все то же самое все прикольно красиво аппарат хорошо валит аппарат у нас вот такой плейлист инструменты в мастер пылюки обещаю продую на днях полки уже прикрутил это прикрутил самом начале чтоб уже зажать чтоб не двигалась ни туда ни сюда есть сварка готова сейчас зачистим и и навешаем крылья вентилятор который мы с вами чинили до сих пор работает ничего не сгорел но у него звук какой-то такой неравномерный как будто подшипник крякнул там подшипников нету возможно чуть чуть неправильно его отцентровал то есть он не трет он как-то работает я вышел на улицу и офигел честное слово с утра нам такая хорошая погода была теперь вот поздравляю у нас снег первый пошел ну правда он сейчас растает потому что на улице градусов 6 блин сейчас заделываю машину пойду резину переобувать а то еще не еще ночью мороз как ударит а я на летний неправильно это короче поздравляю на снег пошел тех у кого пошел снег поздравляю чё я тут вам рассказывал забыл а я зачищать буду сейчас и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все у нас с вами получилось. Все у нас с вами в принципе и готово. Сейчас по торцам здесь закреплен бампер. Там по торцу бампер закрепить и отдавать надо. Зазор ровненький. Зазор ровненький. Все хорошо. Здесь типа не дощелкнул. Не надо. Потом выдирать трудно. Пришлось брать фен кончик подогревать. Помните, помните, он вчера клином был. Но как бы вот так. Хотя, как по мне, еще надо греть и греть. Вот так надо. Но когда соберется вся эта решетка, когда поставится этот усилитель, который там идет пластиковый, может что-то изменится, может не изменится. А если не изменится, никто ничего переживать не будет. Все нормально, нормально. Здесь тоже все хорошо. Крыло прикручено, прикручено. Есть момент один такой интересный. Ровно, 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 ровно. И выперк капот. Вот видно. Если вот идет ровненько, ровненько, то здесь выперк. Это сам капот. Здесь надо просто взять аккуратненько и кончик ломануть. Я-то на Некси и сделал. Сказали, лучше бы ты это не показывал. Как это не показываю, если оно так и делается? Вы думаете, аккуратно как-то получится? Нет, конечно. Вот так надо именно ломануть кончик. Ну, вот тут примерно. Все равно чуть-чуть. Двумя руками надо ломануть. Это такой капот. Или такое крыло. Здесь тоже немножко кончик торчит. Тоже надо взять вот так вот сделать. Не бойтесь. Не переломаю капот. Все открывается, закрывается. Замок стоит. Капот живет своей жизнью. Например, сделали там, например, маленький зазор. Смело можно разгибать его немножко. Здесь разогнули. Здесь немножко подвинули бампер вперед. Все. И объем нарастился. Как часто у всех здесь торчит бампер. И зазор увеличился. Нет, я тоже так примерно делал. У нас же капот еще там сломанный был. Смотрите, как все. Просто замечательно. По этому зазору. Здесь встык. Не встык, а заподлицо. Здесь заподлицо. На вот этом кантике. А дальше вот видно, что крыло дутечим дверь. Это мы не трогаем. Потому как если начать обсматривать всю машину, то мы найдем на каждом элементе свои неправильные зазоры. Полтора миллиметра. Полтора миллиметра. Полтора миллиметра. Капот у нас даже открывается. И даже ручкой. Вот так здесь все выглядит. Одну накладку поставил, чтобы высоту регулировал. А, вот она что-то закрывается. Потому что поставил, а эту немножко не крутил. Вот так. Здесь тоже она станет. Высота изменится. Потому как я говорил, то регулировки не хватает. Собирать мы, наверное, ничего здесь не будем. Только провода подвяжем. И все. Замок немножко какой-то перекоса кривой. Но он работает. По сути все. По сути все закончено. Как там наш дед реаниматор учил? 15 сантиметров? Не, мы теперь с 10 будем делать. Закрыто. Готово. Вот и все. Вот и закончилась наша работа с приорой. Взял фонарик под стапелем просветил. Полазил в яме, полазил. Метизик пособирал. Ну, там вдруг какая-то гаечка, шайбочка да и упадет. Кстати, вот эта кухонная штука, блин, прикольная. Надо поехать еще парочку купить. И маркером понаписывать фара, крыло левое, крыло правое, там под крылок, под крылок левый и две иметь. Очень удобная коробочка. Хорошо, когда все разложено, именно там фара, крыло. Удобно работать бампер. Не надо искать, не надо подбирать. Здесь у нас по машинке все готово. Бампер закреплен. Снизу защитка поставлена, прикреплена на три гайки. Там всего пять, но пока на три. Порожки прикреплены, радиаторы, подкрылки, капоты человек отдельно приедет, на другой машине заберет. Так же, как и этот весь хлам. Моя задача человеку вот показать, а он скажет, надо ему там телевизор, надо ему этот металлом, не надо. Есть люди, забирают все, есть люди, оставляют. Поэтому вот этот человеку даем, если он оставляет, тогда переносим в другой гараж. В металлолом ложим. Здесь тоже порожек стоит. Что следующее будет еще неизвестно. Но я знаю одно, что сегодня должны привезти запчасти на нашу Виту. Черную, которую мы морду не доделали, она же выпилили, лежит там в складе. Привезут, посмотрю, если все нормально. Возможно, завтра загоним Виту. Хотя там еще ланос есть, надо, блин, стакан дернуть. Ай, посмотрим, не знаю. Я вообще не обещаю вам, что завтра я здесь буду работать. Ну, вернее, я-то буду. Я не обещаю, что завтра здесь я буду чем-то заниматься на стапеле. Или, может, вообще завтра я не захочу машину убрать, еще не знаю. Посмотрим, посмотрим. Ладно, люди, я поехал на машиномонтажку. Всем удачи. Всем пока. Счастья, здоровья. Нас с первым снегом, хотя он уже, это, расставил, нету его там. Но все равно пойду переобуюсь. Пока есть время. Время, да, только полтретьего. Очень короткий сегодня день. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok